Газификация, реализация крупных инфраструктурных проектов, ввод новых учреждений в сферах здравоохранения и образования, инициативы в демографии. В среду губернатор Тверской области представил ежегодный отчет о деятельности правительства за 2023 год. Подведение итогов прошлого года прошло в законодательном собрании. Основные тезисы большого доклада у Ирины Синягиной. По итогам 2023 года Верхневолжье воловой региональный продукт составил 680 миллиардов рублей, увеличился по сравнению с 2022 годом на 50 миллиардов. Стабильная работа экономики обеспечила сохранение многолетних тенденций роста доходов областного бюджета. Приоритетные направления расходов – дорожное и сельское хозяйство, образование, здравоохранение и другие. В регионе в прошлом году зафиксирован существенный рост объемов инвестиций в основной капитал, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции. По индексу физического объема инвестиций в основной капитал регион занял первое место в ЦФО. В 2023 году в нашем регионе запущено 16 новых производств. Это на 31% больше, чем в 2022 году. Всего в настоящее время в ЦФО реализуется и планируется к реализации 110 проектов. Даем инвестиции. Составляет 221 миллиард 700 миллионов рублей. И количество создаваемых мест планируется порядка 26 тысяч. Губернатор сообщил об активном развитии в 2023 году территории с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. Пром-зона Боровлева-2, инновационно-промышленный парк Боровлева-3, пром-площадка Раслова, инновационно-промышленный парк Савеловский в Кимрах. По итогам работы в прошлом году, благодаря поддержке президента Владимира Путина Верхневолжья создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа ММАУС. Уже заключено соглашение с рядом инвесторов в сфере логистики и промышленного производства о размещении здесь новых предприятий. Это позволит привлечь около 17 миллиардов рублей инвестиций, создать более 8 тысяч рабочих мест. Существенный рост показывает и МСП. К итогам 2023 года оборот средних и малых предприятий составил 515 миллиардов рублей, что на 18% выше показателей предыдущего года. И на 47% выросло число самозанятых граждан. Это прежде всего показатель доверия у нас, доверия официальной политики. 2023 год стал важным этапом в развитии экспортной деятельности. Объем экспорта увеличился благодаря развитию взаимовыгодного сотрудничества региона с дружественными странами. На первом месте по товарообороту Тверской области зарубежными странами находится Китай. В центре внимания отчета губернатора демографическая ситуация, меры для повышения рождаемости и поддержки многодетных и молодых семей. Самым важным, главным результатом работы в прошлом году глава региона назвал снижение смертности в регионе и улучшение демографической ситуации. Задачи, которые поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, это цели национального развития, конечно, могут быть только реализованы благодаря укреплению и численности нашего коренного населения Российской Федерации. Мое мнение, как гражданина. Очень важно, чтобы мы существенно переломили в пользу позитива ситуацию с демографией. И чтобы уверенно смотреть будущее хотя бы на четверть века, нам очень важно, чтобы численность нашего коренного населения не снижалась, а укреплялась и как можно было больше молодежи. Наш интеллектуальный и трудовой потенциал – это наши возможности, это наше будущее. В Терск области реализуются более 50 мер поддержки семей с детьми. Они совершенствуются и расширяются. Председатель ЗАГС собрания региона Сергей Голубев особо отметил рост в регионе, инвестиций в основной капитал в прошлом году. Мы первые в Центральном федеральном округе по росту, как увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса и увеличение соответствующего оборота в малом и среднем предпринимательстве. У нас очень хорошие позиции, а я хочу сказать, что это личная заслуга в данной ситуации Игоря Михайловича, по поддержке семей с детьми. Есть идеи, мы уже обсуждали с Игорем Михайловичем по поводу новых мер или модификации мер по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Отметим, что при поддержке правительства региона в зону боевого соприкосновения направлены 19 автомобилей. С 1 июня 2023 года в Терской области начал действовать фериал фонда «Защитники Отечества». В прошлом году сохранились высокие темпы дорожных работ. Капремонт был выполнен на 597 километрах трасс. Построены новые дороги в Твери, Калининском и Конаковском округах. С опережением графиков велись работы по строительству комплекса западного моста в столице Верхневожья. Ключевую роль в повышении экономического потенциала региона играет и газификация. В 2023 продолжится обновление системы из ЖКХ региона. Стартовала реализация масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, которая синхронизирована с программой газификации. Заключены контракты на строительство 24 блочно-модульных газовых котельных в разных округах области. Значимым сектором экономики является и туризм. Поток гостей в наш регион в прошлом году составил 2 миллиона 800 тысяч человек. Губернатор поблагодарил депутатов ЗАГС-собрания, руководителей территориальных подразделений, федеральных органов власти, местного самоуправления, общественных объединений и всех граждан за единство в работе, в интересах региона и страны. Продолжение следует...